Христианская самооборона И может ли христианин, так сказать, защищаться, защищать свою жизнь Раньше я верил как? Я верил, что есть понятие преднамеренного убийства и есть понятие лишения жизни человека Преднамеренное убийство это человек сам Вот он обозлен на кого-то или хочет кому-то отомстить Вот он настроился, пошел и убил человека А лишение жизни это когда человек защищает себя, свою семью, свой дом Или на войне Вот это как бы называется лишение жизни Я в это свято верил, меня так научили И со временем, вот сейчас, я уже начинаю больше думать о том, что Изучая Писание Я понимаю, что христиане, это я будучи христианином так думал Что можно убивать, ну в смысле можно лишать человека жизни Если ты там допустим милиционер или ты там военный То есть преднамеренное убийство это грех А лишать человека жизни Защищая свою жизнь или свою родину или там еще что-то То это как бы не грех Это просто самооборона И как бы Бог не против этого Сейчас я понимаю, вникая в Писание, что И изучая этот вопрос Что на самом деле христиане не призваны к самообороне К физическому противлению, так сказать И учение Иисуса Христа Евангелие четко об этом говорит в принципе Поэтому давайте мы рассмотрим несколько мест из Писаний И попытаемся поразмыслить Прежде всего я хотел бы напомнить место из Писания Где Павел пишет Это Ефесянам 6 глава 11-12 стих Там написано так Облекитесь во всеоружие Божие Потому что чтобы вам можно было стать против козни дьявольских Видите, есть понятие всеоружие Божие И козни чьи не человеческие, но дьявольские То есть есть понятие духовного мира Духовного понимания То есть есть Бог, есть дьявол, есть сатана, есть бесы Которые противятся Божьим планам Если Бог хочет спасти человека То дьявол хочет погубить человека Погубить творение Божие И дальше Потому что наша брань не против крови и плоти Другими словами, не против человека Не против тела Не против физически мы выступаем Не физически против физически Понимаете? То есть четко об этом написано Я не понимаю вообще, зачем христиане поднимают эту тему И еще какую-то альтернативу дают Можно ли убивать, можно ли брать оружие Или нельзя брать оружие? По-моему, Писание не дает нам альтернативы Если вы верите в Иисуса Христа Действительно, по-настоящему идете за Ним То вы понимаете, что Ваша война Эта война Не по плоти А по духу И дальше Против кого же наша война? Против начальств Против властей Против мира правителей тьмы века сего Против духов злобы поднебесной Видите, есть Так сказать Духовная тьма Духовный мир Бесы, демоны Против кого выступает Христианин Наша война, она Божья Она не наша Не человеческая Мы помним о том, что Христа Несправедливо обвинили Его несправедливо обвинили И убили Разве Христос Сопротивлялся? Апостолы И первые ученики Христа Их тоже убивали И не только первые Во всей истории человечества До сегодняшнего дня Идут Просто Христиан Убивают Унижают Гонят Где В Писании В Новом Завете Мы находим Противление злу Где? Покажите мне место Прежде чем вы говорите Что можно брать оружие И сопротивляться Мы во Христе Если Христа Несправедливо обвинили Иисус как сказал Меня гнали Будут гнать и вас Мое слово соблюдали Будут соблюдать и ваши Что непонятно То есть мы во Христе Понимаете? Как Христос поступил бы В этой ситуации Так и нам нужно поступать Во всем Понимаете? Как Христос мыслил Так и мы должны мыслить У нас же ум Христов И всегда Когда идет какой-то разговор Когда идет какой-то спор Дискуссия Или Недопонимание Или вас кто-то вводит В какое-то заблуждение Или в каком-то смятении Вы запутались Вы запутались Вы не знаете Как себя вести Как верить Вот раньше вот так А теперь вот так Вам говорят Всегда нужно возвращаться К Писанию Всегда нужно возвращаться К словам Иисуса Христа К Евангелиям Возвращайтесь К посланиям Апостола Павла Петра Иуды Иакова Понимаете? И Иоанна Возвращайтесь К Новому Завету И читайте Внимательно Молитесь Изучайте Там ведь Так все просто Доступно И ясно написано Просто христиане Они хотят Знаете Найти Золотую середину Или найти Такое Знаете Мягкое место Чтобы Хорошо было И нам И вам Понимаете? Но Писание Оно очень Категорично Где-то даже Оно даже Где-то жестко Иисус Христос Он не всегда был мягким Он в некоторых Вопросах Отвечал Очень жестко И отвечал Он обличал Он Он говорил Четко и ясно По-моему Понимаете? Поэтому В этом вопросе Нам нужно иметь Четкую позицию Нельзя вилять Нельзя Сегодня я так верю Завтра так Сегодня я не беру оружие Завтра я возьму оружие Если война начнется Понимаете? Христиане Они должны иметь Четкую позицию Иисус сказал Никто возложивший руку Свою на плуг И озирающийся назад Неблагонадежен Для Царствия Божьего Понимаете? Если вам Бог Открыл Какие-то вещи То вы должны В этом пребывать Если вам Открыл Бог Что нельзя Брать оружие То не берите оружие И не слушайте Лжеучителей И еретиков Которые вам рассказывают Что христианин Может брать оружие Убивать Или защищаться Ну я понимаю Я раньше сам так верил Я раньше сам так верил Так к этому Учил И вроде бы Это казалось так грамотно Так правильно Так правильно Все по Писанию Все рассказывал Но Ведь сейчас Вот мы вникаем Тоже в Писание Правильно И понимаем Что При более Глубоком изучении И мы видим Что Это не так Я уже упоминал Этот момент Когда Иисус Хотел призвать Более чем 12 легионов ангелов Понимаете? Рад так сказать Я говорит Могу призвать 12 легионов ангелов Это так сказать Развязать Военный конфликт Скажем так Да? И уничтожить всех Положить всех Кто там Уничтожить землю Да? Прийти суд вершить Иисус мог Он судья Он творец Он Бог Он мог бы так поступить Но Он оставил Всю эту славу Он пришел Спасти человечество Христос пришел Умереть за нас Простить наши грехи А без пролития крови Не бывает прощения Написано Понимаете? И то что мы сейчас Мирно Ну как мирно Может быть нет Явных гонений Но все равно Мир гонит нас Иисус Христос Пролил свою кровь Для того чтобы мы жили В Его Благодати В Его Духе В Его жизни Понимаете? Уже наша жизнь Нам не принадлежит Мы не можем сказать А вот тут я так поступлю А вот тут так Понимаете? Если мы и служим Иисусу Христу Если Христос в нас А мы в Нем То мы уже Не поступаем Так как поступают Люди В мире Это Понимаете? И не мыслим так Как они мыслят Это важно понимать Итак Иисус мог призвать Более чем 12 легионов ангелов Но Он этого не сделал Если мы внимательно изучим Исайю 53 главу Тоже видно Каким Иисус Христос Открылся Исайе Пророку И Он об этом написал Слово Давайте прочтем Кто поверил Слышанному от нас И кому открылась Мышца Господня Ибо Он взошел Пред Ним Как отпрыск И как росток Из сухой земли Нет в Нем Ни вида Ни величия Видите? И мы видели Его И не было в Нем вида Который привлекал бы нас К Нему То есть другими словами Иисус Христос В Нем нет никакого вида Никакого величия Он пришел В смирении В кротости В благоговении В Нем не было Привлекательности В Нем не было Вида и величия Он был презрен Он был умален Пред людьми Муж скорбей Изведавший болезнь Мы отвращали от Него Лицо свое Видите Абсолютная Незаинтересованность Абсолютно Христос для нас Ничего не значил Когда мы жили в мире Мы были неверующими Кто такой Иисус Христос? Зачем Он нам нужен? Это безумие для мира Понимаете? Весть о Христе Безумие И те, кто пытается Подстроиться под этот мир Показать Христа Так сказать С привлекательным Любящим В кавычках Надо Христа Правдивого показывать Истинного Такого, как Он был На самом деле Потому что Кто будет проповедовать Иное Евангелие Иного Христа Иного Духа Тот тому анафема Тот проклятый Тот отлучен от Церкви От Христа Будьте осторожны Братья и сестры Какого Христа Вы проповедуете? Библейского? Или того, кого Придумала Ваша греховная плоть? Он был презираем И мы ни во что Ставили его Видите? И Он взял на себя Наши немощи И понес Наши болезни А мы думали Что Он был поражаем Наказуем И ничижен Богом Но Он изъявлен И был за грехи наши И мучим За беззакония наши Наказание мира нашего Было на нем И ранами его Мы исцелились Все мы блуждали Как овцы Собратились каждый На свою дорогу И Господь возложил На него грехи Всех нас Он исчезуем был Но страдал добровольно Видите? Это добровольный акт Добровольное Это никто Его не заставлял Никто у него Не отнимал жизнь Как Иисус говорил Никто у меня Не отнимает жизнь Я сам отдаю И не открывал Уз своих Как овца Веден Он был На заклане И как агнец Предстригущим Его безгласен Не открывал Уз своих Когда Его вели На суд На распятие Безгласен От узы суда Он был взят Народ Его Кто изъяснит Ибо Он отвергнут От земли живых Из-за преступления Народа Моего Претерпел казнь Ему назначили Гроб со злодеями Но Он погребен У богатого Потому что Не сделал греха И не было лжи В устах Его И дальше Интересно Десятый стих Но Господу Угодно было Поразить Его Интересно Но Господу Угодно было Поразить Его А то как многие говорят Если что-то сейчас С христианами Происходит Значит это дьявол Какой это дьявол Написано Господу Угодно было Поразить Его А если мы Во Христе То Господу Может быть И угодно И поразить нас Для того Чтобы явить Славу Свою И Он предал Его мучению Видите Не дьявол А Он Бог Предал Иисуса Христа На мучение Когда же душа Его принесет Жертву милостивления Он узрит Потомство Долговечное Воля Господня Благоуспешно Будет исполняться Рукою Его На подвиг Души Своя Он будет смотреть С довольством Через познание Его Он праведник Раб мой Оправдает Многих И грехи Их на себе Понесет Посему Я дам Ему часть Между великими И сильными Будет делить Добычу За то Что предал Душу Свою На смерть И к злодеям Пречтен Был Так как Он понес На себе Грех Многих И за преступников Сделался Ходатаем Где Противление Злу Покажите Мне Где У Иисуса Христа Было Противление Злу Противление Несправедливости Противление Смерти Где Противление Где Иисус Христос Брал оружие Защищал Свою жизнь В одном месте Его хотели Сделать Царем Он Пройдя Посреди них Удалился Понимаете Он убежал Потому что Он не Мирской Царь Он не Царь Земной Он Царь Небесный Он не от мира Сего И мы не от мира Сего Давайте будем делать Выводы Уже Не протився Злом Давайте Откроем Еще Евангелие От Матфея 5 глава 38 по 41 стих Прочитаем Вообще Пятую главу Желательно Дома почитать Изучить Эту тему Тут Иисус Явно И четко Говорит О Противлении Злу Как должны Вести себя Верующие Люди Которые Хотят Называться Именем Его И идти За Богом Вот что Здесь написано Вы слышали Что сказано Око за око И зуб за зуб Видите В Ветхом Завете По справедливости По закону Можно было Допустимо Было Справедливое Наказание Если мне там Отрубили палец То я могу Ну Несправедливо То я могу Поймать того Кто отрубил Мне палец И отрубить Ему тоже палец Если мне выбили Глаз То я могу Поймать этого Кто выбил Мне глаз И тоже ему Выбить глаз Понимаете Как бы Конфликт Исчерпан Но в Новом Завете Не так Понимаете Поэтому нельзя Все ссылаться На Ветхий Завет Только лишь Ветхий Завет Это слово Это Бог подводит Человечество Или свой народ Скажем так К пришествию Семени К пришествию Иисуса Христа То есть В Ветхом Завете Есть очень много Мудрых Хороших вещей Я не против Слова Божьего В целом Не против Ветхого Завета Просто нужно В контексте Нового Понимать Завета Многие вещи А вот Взгляд О справедливости Око за око Зуб за зуб Видите Иисус говорит Вы слышали Что сказано Око за око И зуб за зуб А я говорю вам Видите Вводится Исправление В законе Вводится Другое Слово Не протився Злому Все На этом Можно было Остановиться И все Не против Не протився Злом Но кто Ударит Тебя В правую Щеку Обрати К нему И другую Он же Не сказал Око за око Зуб за зуб Ага Ударили Тебя В правую Щеку А ты Ему Ударь В левую Щеку Нет Иисус Так не Сказал Обрати К нему Другую Другими словами Пусть Продолжают Бить Тебя Вот это Христианство И дальше Кто захочет Судиться С тобой Взять У тебя Рубашку Кто Поведет Тебя На суд Справедливо Несправедливо Взять У тебя Рубашку Скажет Отдай Мне Рубашку Понимаете Кто Принудит Тебя Идти С ним Одно Поприще Иди С ним Два Будьте Готовы Дать Больше Чем От вас Ожидают Вам Присудили Тысячу Гривен А вы Подойдите К этому Человеку Которому Должны Были Тысячу Гривен Даже Если Это Несправедливо А тем Более Даже Если Это Несправедливо И дайте Ему Тысячу Пятьсот Вот К чему Писание Нас Призывает Делать Добро Для Врагов Тем Более Сейчас Мы поговорим О врагах Дальше Матфея Пятая Глава Сорок Третьего По Сорок Восьмой Стих Вы слышали Что сказано Люби Ближнего Твоего И ненавидь Врага Твоего А я Говорю Вам А я Говорю Вам Слушайте Внимательно Как Иисус Говорит У кого Иисус И слышит Да слышит Любите Врагов Ваших Благословляйте Проклинающих Вас Благотворите Ненавидящим Вас И молитесь За обижающих Вас И гонящих Вас Вот и все Что непонятного Все так просто Все так понятно Все так доступно И по-моему Спорить на эту тему Уже и не надо Это слова Иисуса Христа Если вы будете Спорить против Слов Иисуса Христа Значит вы Оспариваете Его слова Да будете Сынами Отца Вашего Небесного То есть Другими словами Если вы не будете Этого делать Вы не будете Сынами Отца Вашего Небесного Ибо Он Повелевает Солнцу Своему Восходить Над злыми И добрыми И посылает Дождь На праведных И неправедных Видите Бог заботится О всех Людях Не только О верующих В Него Но о всех И о злых Людях И о добрых Он же не Ограничивает Солнце Или не ограничивает Дождь Понимаете Он любит Всех Одинаково У него нет Лицеприятия Бог любит Всех Людей Ибо так Возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного За тебя И за Меня Бог любит Всех Людей Одинаково Одинаково Просто Если ты Хочешь Называться Детем Божьим Если ты Хочешь Называться Сыном Всевышнего Бога Братом Христу Или Сестрой То вот Слово Божие Нагорная Проповедь Бери Читай Молись Пусть Дух Святой Поможет Тебе жить Так Как Иисус Учит Нас А я Говорю Вам Любите Врагов Ваших А вы Говорите Давайте Будем 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 Защищать Себя Давайте Будем Брать Винтовку И Стрелять Ну Как вы Представляете Себя Иисуса Сидящего В окопе И стреляющего Со Снайперской Винтовкой В голову Врагов С Любовью Вы себе Это Представляете Вообще Ну А если В вас Христос Живет Или Во мне Христос Живет Так что Я возьму Винтовку И буду Стрелять Врагов И буду Молиться За них И стрелять В их Головы Вы только Подумайте Абсурдность Этого Нельзя Христианину Брать Ни винтовку Ни оружие Потому что Кто возьмет Оружие От оружия И погибнет Вы себя Сразу Тогда Отделяете От веры Понимаете Идете Против Христа Против Его Слова Не Делайте Этого Христианина Брали Оружие Там Или еще Что То Я вас Предостерегаю Остановитесь Покайтесь И больше Никогда Этого Не повторяйте Вот Слово Божие Четко И ясно Говорит По-моему Все Ясно И понятно Любите Врагов Ваших Вы знаете Что такое Любить Как Иисус Возлюбил Грешников Как Иисус Возлюбил Грешников Он Умер За них Такова Велика Его Любовь Была Он Умер Когда Мы Были Еще Грешниками Написано Вы Представляете А вы Говорите Взять Оружие И стрелять По Противникам По Врагам Ничего Неплохого Военным Христиане Помнитесь О чем Вы Говорите Если Написано Любите Врагов Ваших Так Как Христос Возлюбил Нас Так И мы Должны Любить И где Это Даже Отдавать Свою Жизнь Понимаете Мы Во Христе Все Как Христос Поступал Так И мы Должны Поступать Во Во всем И Мы Жить Благословляйте Проклинающих Вас Если Вас Кто-то Проклинает Если Вас Кто-то Нехорошими Словами О Вас Отзываете То Вы Благословляйте Благотворите Ненавидящим Вас Сделайте Добро Тем Кто Вас Ненавидит И молитесь За Обижающих Вас И Гонящих Вас Нигде Иисус Не говорил О самообороне Где Покажите Мне Где Самооборона Где Где Защита Своей жизни Своей семьи Своего Государства Своего Правительства Где Если Вас Гонят Если Вас Обижают Молитесь 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 За Этих Людей Понимаете Как Как Написано В Исаии Богу Было Угодно Поразить Его Если Что То Ваша Жизнь Приходит Бог Допускает Бог Допускает Вы Понимаете Мы В Божьих Руках Не Сомневайтесь Если Вы Будете Любить Любящих Вас Какая Вам Награда Не То Жили Делают И Мы Тари Сборщики Налогов Налоговики Если Вы Приветствуете Только Братьев Ваших Что Особенного Делаете Не Так Жили Поступают Язычники Они Тоже Дружат Со Своими Друзьями Приветствуют Обнимаются Целуются Ничего Особенного Не Делайте Но Если Вы Будете Делать То Что Иисус Говорит Здесь Благословлять Проклинающих Любить Врагов Благотворить Ненавидящих Молиться За Обижающих И Гонящих Вас То Вы Будете Сынами Отца Вашего Небесного Прежде Всего И Далее Будете Совершенный Как Совершенен Отец Ваш Небесный И Какое Может быть Сопротивление Все Мы Помним Первого Мученика За Веру Стефана Давайте Прочитаем Это Место И Посмотрим Как Реагировали Вообще Первые Христиане Что Было С Ними Еще Когда Павел Не Покаялся Еще Когда Павел Был Гонителем Церкви Как Христиане Первые Реагировали На Проявление Зла Это Деяние Апостолов 7 Глава 59 Стих До 8 Главы 4 Стих Камнями Стефана Который Молился И Говорил Господи Иисус И Прими Дух Мой И Преклонив Колено Воскликнул Громким Голосом Господи Не Вмени Им Греха Сего И Сказав Сие Почил Убивали Стефана Что Он Делал Он Защищался Он Убегал Он Молился То Время Пока Его Побивали Камнями А Камнями Это не Маленькими Камушками Там Разные Кто Такими Кто Большими Кто Волонами Кидался Это Страшно Я когда-то Видел Видео Пару Лет Назад Как Камнями Забивают Это Страшно Когда В тебя Летят Камни Разного Размера И Ты Просто Падаешь И Тебя Забивают Камнями Ты Умираешь И Что Делал Стефан Он Молился Говорит Господи Прими Дух Вот вам Пример Для Подражания Почему Вы Подражаете Этому Миру Почему Вы Сопротивляетесь Злу Вот вам Сопротивление Злу Истинного Истинное Сопротивление Злу Как Стефан Реагировал Первым Учим Говорит Господи Прими Дух Мой Потом Воскрикнул Громким Голосом Господи Не вминием Греха Сего Сказал Се Почин То есть Прости Вот Как Любовь Божия Поступает В Человек Это Любовь И дальше Савл Одобрял Убиение Его Савл Это Павел Который Написал Послание Когда Покаялся Один Из Апостолов Но Тогда Он Был Гонителем Церкви Божьей И Дальше В те Дни Произошло Великое Гонение На церковь Великое Гонение На церковь В Иерусалиме И все Кроме Апостолов Рассеялись По разным местам Иудеи Самарии Да Люди Распространялись Люди Расходились Люди Убегали Не то Не то Что В суд Сопротивление Физическому Злу Не было Потому Что Написано Влача Мужчины Женщина Отдавал Их В темницу Представляете Тех Кого Уже Поймали Тех В темницу А Это В лучшем Случа А скорее всего Там Их И мучили И били Никто Из них Не сопротивлялся Не написано Что Создалось Общество Революционное И начали Сопротивляться Нет Такого Не написано Они просто Их ловили Отдавали Они ничего Не делали Они не сопротивлялись А рассеявшиеся Те люди Которые Убежали Которые Рассеялись Они Не просто Сидели Как мышки Они благовествовали Слово Вот такое время Было интересное Видите А вы говорите Оружие Поэтому Пусть вас Бог Благословит Даст вам Разумение Даст вам Понимание Того Каким должен быть Истинный христианин В вопросе Самообороны Да никак Он не должен Защищаться Он просто должен Доверять Господу Наша жизнь В руках Божьей И все Что с нами Происходит Не происходит Случайно А только Лишь По воле Божьей Иисус сказал Не бойтесь Я посылаю вас Как агнцев Среди волков Также Он сказал Что ни один Волос Не упадет С головы Вашей Безволей Отца Вашего Небесного Понимаете Поэтому Сходите в истине Пребывайте В Слове Божьем И Храните Здравое Учение В сердце Учение Иисуса Христа Пусть Бог Вам даст силы Претерпеть Все До конца И спастись Во имя Иисуса Христа Аминь Продолжение следует Продолжение следует